Всем большой приветик! Мы сейчас едем с Алисой в садик, начинаем новый влог. Желаем вам приятного просмотра. Она вон там со своей собачкой, которую ей моя мама подарила на день рождения. В общем-то, что хотела сказать. Я в прошлом влоге совсем забыла вам рассказать про Женю. Он сейчас снова лежит в больнице. Помните, как-то пару месяцев назад я уже рассказывала, что он лежал с гайморитом, что ему делали прокол, там мини-операцию, промывали все. И, в общем-то, сейчас у него снова обострение, он снова лежит в больнице. Но сейчас он на дневном стационаре, он там некоторые дни только остается, когда нужно. И ему сказали, что нужно делать операцию под общим наркозом. То есть у него там кисты, киста прямо в пазухе, она размером со всю пазуху. Плюс у него там с другой стороны, где зуб удалили, восьмерку, тоже киста. Короче, нужно полностью эту убирать. И еще сказали, что объединят эту операцию вместе с исправлением перегородки носа. То есть у него этот гайморит образовывается из-за того, что неправильное строение, как я поняла. Так что Женя сейчас лежит в больнице, ему на днях вот прям уже будут это все делать. Конечно, я переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо. Я сейчас везу Алису в сад и потом поеду переделывать свой маникюр. Сейчас хотела показать вам свой маникюр. Все отлично относилось. Это наш гель Оливия Ньют 5 и наш топ с поталью золотой. Очень красивый. Ну, конечно, сам маникюр не обращайте внимания. Но вот хочу показать, как все носится. Из раза в раз вам показываю. Все идеально просто. Гель твердый, ничего нигде не ломается, не скалывается. Помните, я как-то проводила эксперимент с гелем опция. Меня просили сказать, как относился гель, на какой подложке. В общем-то, на подложке Bloom и One Nail относился хорошо, на подложке Uno относился хуже всего. А вот наш гель стоит на любой подложке. Вообще идеально. Ни одной отслоечки, ни одного скола, ничего просто. Так что никаких опций. Покупайте Оливия. Все, маникюр я переделала. Вот такая вот дизайн. Представляете, у меня дизайн. Сто ли этого не делала. Это, кстати, наша база номер 22. Очень натуральный оттенок. Смотрите, как красиво блестит. Невероятно. Наш топ Оливии без липкого слоя. Блеск. Смотрите, какой нереальный. Так что все ссылочки есть в описании. Я сегодня, на самом деле, мотаюсь по делам. Сейчас заехала покушать в местную такую кулинарную лавку нашу. Потому что домой не успеваю. Алиса в саду, Женя в больнице. Готовить ничего не смогла приготовить. Потому что времени нет. Заеду поем. И у меня потом еще есть дела. Мне нужно будет поехать в налоговую. Поехать и к бухгалтеру. Потом ехать в Сбер. Потому что мы сейчас подключаем в студии эквайринг. Это оплата картой. И очень много разных дел. Нужно со всеми там разговаривать, договариваться. И, короче, все такое. Все. В общем-то, в налоговую я уже сходила. Провела там целый час. Сделала много всего. Там подпись какую-то. Вот еще что-то там. Короче. Подала декларацию за ИП. Налоги платить сейчас в этом месяце. Ну, точнее, уже получается в феврале. Так что вот. У нас сейчас 31 января, когда я снимаю это видео. Такие вот новости. Пойду сейчас в Сбер. Насчет эквайринга буду спрашивать, какие условия могут предложить нам. А сейчас хочу вам показать пару вариантов для завтрака. Как раз готовила один себе, другой Жене. Очень люблю на завтрак есть авокадо в разном виде. Для себя буду готовить тост с авокадо и с яйцом скрэмбл. А для Жене яйцо в хлебе и тоже просто ломтики авокадо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас все прям идеально. Стол прям очень качественный, хороший, как всегда. Это как у нас в студии, прям один в один белый цвет. Мы заказали. Делают быстро и очень качественно. Мне прям нравятся и установщики, очень дружелюбные. Всегда все хорошо собирают. Мы сегодня пришли позавтракать в новое место в Коломне, где есть завтраки. Взяли чай-корбочку вот такое. Пязали с собой вкидать. Смотри, сюда его кидай. Аккуратно, там кипяток. Ручку аккуратно. Ты можешь еще на телефон ставить в формат сторис. Он прикольно раскрывается. Смотри, как она утонула, Алис. Смотри, как тонет. Сейчас будет раскрываться. Здорово? Вот так, да? Она утонула и раскрывается теперь. Здорово. Ух ты. Класс. Возьмешь чашку? Возьмешь чашку? Тут вот такое местечко у нас. Капе соседка новая. Я, конечно же, забыла снять красивую еду. У Алисы в блинчике. Уже не были сырнички, которые он съел. А у меня такой тост с яйцом и с лососем. Вкусненько. Мы сейчас у нас суббота. Выехали. Сегодня акция, наконец-то, по сдаче вторсырья. Алиса с нами, Женя за рулем. Поедем сдавать. У нас очень много накопилось. Мы все так же его сортируем, откладываем. И где-то раз в месяц у нас проходят акции. Жалко, конечно, если нет постоянного пункта приема, чтобы чуть-чуть накопил и можно было отнести. Но я знаю, что во многих городах такое есть. У нас вот, к сожалению, только формат раз в месяц акции. Так что поедем сейчас сдавать. У нас снег выпал вчера опять. Но при этом температура там минус один, ноль градусов. Так что достаточно тепло. Алис. Алиса. Смотри, кто там. Скажи привет-привет. А как собачка делает? А киска? А чешок? А барашек? А машина как делает? Скажи биби. Биби. А барашек как? Алиса. Не хочешь? Вредничаешь, да? Ну ладно. Девочки, тут крышечки. Алиса пришла на шопинг. Детский мир. Смотрели такие ботиночки. Алис, как раз? Как раз тебе такие ботинки? Или малые? Алис, как раз? Такие берем? Типа какой-то умер. Ты что, берем такие они? Берем? Берем такие красотки? Нравится? Да? Ну давай. Молодец. У нас тут прогулка, снег ливки, они вон снежки лепят. Кидай. Молодец. И ручки сразу прячь. И ручки прячь сразу. Товарищки дома. Мы пришли сейчас из детского мира. Вот обновили Алисе гардероб. Сейчас покажу, что купили. Это все в детском мире мы взяли. Вот такие кроссовки. Это сейчас нам в садик ходить, потому что ей все ее кроссовки, все, что у нее было, мало стало. А здесь книжечка, точилка для карандашей, вырисовать стаканчик. И альбом взяли, потому что она свой весь изрисовала. Это такое вступление. Дальше, что по одежде. У нас сейчас я полностью перебрала ее гардероб. Поняла, что у нас мало футболок осталось, штанишек мало. Она сейчас приучается у нас очень активно к горшку. То есть в сад мы ее стараемся водить без памперса. Там она без памперса, поэтому штанишки менять иногда приходится. Взяла я вот такие джинсы. Мы сейчас, кстати, носим, вот я и все покупала, 86 размера. Ну, он такой чуть-чуть навырос, но в принципе уже практически вот-вот. Вот такие вот легкие штанишки комплект, 600 рублей вот он стоил. Вот такие вот спортивные штанишки, сиреневые, джинсы, 86 размер. И четыре, о, пять футболочек, получается, взяла вот таких. Все тоже 86 размера. Тоже все недорого. Весь этот комплект. И еще там игра одна, которая, кстати, тоже дорого стоит, 800 рублей. И это все у нас вышло на 6 тысяч. Мне кажется, нормально. Обновили ей полностью. И к весне что-то у нас будет. И сейчас ходить, и в садик, и так просто. Так что вот. Такие у нас обновочки. И еще вот купили ей такую игру. Она в нее уже играет. Это такой загон. Загон, ну, нет? Ну, в общем-то, да. И здесь такие животные. Игра, кстати, не дешевая, но такие все животные очень качественно сделаны. Прикольно. Вот она сейчас играет. Ставит всех. Молодец. Всех поставила, да? Все в клеточке сидят. А где тетя? Как кушает, Алис? Покажи, как Крой кушает. Ням-ням-ням. Говори, ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Молодец. Играй, молодец. Вот так, кстати, я сейчас все разложила. Вот таким образом у нас происходит хранение лесных вещей. Вот здесь стопка старых вещей, которые я отобрала. Там носочки еще. Вот. Я все складываю такими рулончиками. У меня разделено. Здесь лежат футболочки, здесь штанишки, здесь платье и водолазки. А здесь всякие там носочки, колготочки. Вот такое, в общем. Здесь у нас все так хранится. А в втором ящичке у нас здесь более теплая одежда. Всякие теплые свитерочки, штанишки. Ну, уже такая, на выход, можно сказать. Что-то еще на вырост осталось. Да, Лизка? Закрывай скорее, только пальчики не прищеми. Покажи свою машину, которую тебе мама с папой подарили. Как ты на машине катаешься? Это Биби? Как она Биби делает? Биби, да? Вот так вот ты катаешься. А как ты садишься полностью? Как ты садишься на машинку? Вот так, да? Ой, здорово. Молодец, умница. Сегодня я пришла на спа-программу, которую мне девчонки на Новый год подарили. Мне вот здесь сделали массаж. Там бочка была кедровая. Тут душ. Сейчас у меня будет чайная церемония. Ой, как классно, конечно, после массажа. Вообще балдеж. И вообще массаж это для меня лучший подарок. Потому что сама я фиг знает, когда схожу на такой расслабляющий. А тут грех не пойти. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас ненадолго переместимся в дом к родителям, мы к ним заезжали посмотреть, как продвигается ремонт, а папа потихонечку заливает сам стяжку, в первой комнате уже, видите, полностью все залил, начали штукатурить стены потихонечку, во второй комнате тоже потихоньку заливается стяжка, пока что вот так. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас оставила Алису с Женей, а сама поехала на бизнес-встречу. Помните, я вам как-то во влоге не так давно рассказывала, что была бизнес-встреча, я ходила туда первый раз. Вот сегодня будет еще одна, правда, а теперь другая тематика. Сегодня будет именно по маркетплейсам. Приедет даже какой-то спикер, который на Валбери, да, там занимается чем-то торговлей. Вот, очень интересно послушать, хотя мы с вами уже, в принципе, полтора года продаем, много что знаем, но опыт других людей и вообще пообщаться, узнать, может быть, в Коломне у нас есть поставщики, с которыми можно было бы объединиться, допустим, и отвозить поставки как-то по очереди, чтобы экономить время, экономить деньги. Короче, пообщаюсь, посмотрим вообще, сколько сегодня людей будет, не знаю, но очень интересно. В этот раз я не так уже сильно переживаю, вот, и надеюсь, что все хорошо пройдет. Не знаю, будет ли нужно рассказывать о себе или нет, но у меня уже хотя бы опыт был, и в этот раз я уже буду знать, что говорить. Встреча в целом прошла очень интересно, хотя была в основном вся информация, которую я уже знаю, и я даже немножечко поделилась своим опытом с девушками, с кем-то познакомилась, с кем можно было бы потом посотрудничать. В общем-то, встреча прошла продуктивно и интересно. А сейчас перемещаемся на тренировку. В этот раз ходила на растяжку, нас было всего трое. Кстати, я сейчас стараюсь ходить два или три раза в неделю, хожу на занятия как раз-таки по растяжке, там мы тянемся на шпагат. И также еще люблю ходить на занятия в гамаки, но очень редко туда попадаю, потому что мне нужна группа для новичков, а чаще всего именно для новичков группы не собираются, поэтому мне приходится ходить на группу для профессионалов. В ней я себя чувствую неловко, потому что я еще не все умею, и это достаточно сложно. Хотя со стороны выглядит, что все просто, легко, так все прям воздушно и так далее. Но нет, это правда сложно. И я вот стараюсь всегда хотя бы два раза в неделю ходить. Я покупаю абонемент как раз-таки на восемь занятий в месяц. Это и есть два раза в неделю. Музыка. 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 У нас тут вечерние косметические процедуры, да? Алиса кремом помазалась, мамином, да? Мамин крем регенерирующий. Будешь еще мамин массаж делать? О, какой массаж здоровский. А сама ты как ручки помажешь? Давай я тебе крем нанесу. Как ты ручки будешь мазать? Оп, растирай ручки. Чудилка. Намазала? Все, больше нету? Мажешь маме щечки? Где у мамы щечки? Где у мамы щечки, Али? Скажи, мама. 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 А киска как делает? А корова? А машина? А птичка как летит? А как делает барашек? А как ты говоришь ляля? А курочка как? Ой, ну всех знаешь, умница. Только смотри, не оторви эти штучки, пожалуйста, ладно? Ну все, 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 ладно? Продолжение следует...